Всем привет. Давно не записывали никаких видео, но у нас есть мега новости. Катя беременна. В общем, как Андрей выразился, ждем нового человечка. Сегодня у нас 18 октября 2022 года. Едем на съемку, на монтаж. Объект мы уже начинали снимать, сейчас у нас завершение монтажа. Подробности тоже потом в видео расскажем. Вот такой еще строишься ЖК. Субтитры добавил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры добавил DimaTorzok Немного вам покажу нашего закулисья. Мы приехали к нашим заказчикам повесить красивые римские шторы на кухню и спальню. Этот проект вела наш дизайнер Евгения. Если вы еще не подписаны на канал Като, то советую подписаться на наш второй канал. Он посвящен текстильному дизайну интерьера и тому, как можно красиво украсить свой дом шторами на заказ. Для наших подписчиков мы даем максимальную скидку, советую подписаться и нажать колокольчик. Этот монтаж уже выложен на ютубе, ссылка будет под видео. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Посмотрите, как красиво нарисовали панду и кота. Это очень красиво вживую смотрится. А мы закончили монтаж и теперь выдвигаемся еще на одну съемку нашего дизайнера Антонины. Не переключайтесь, впереди интересный интерьер. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Видео с этого монтажа вы можете посмотреть на видео. На нашем ютуб канале, ссылка будет под видео. Ну а мы заехали в магазин купить боксы на крышу, так как в салон и багажник не помещаются образцы, техника и стремянка. Выбрали бокс самый оптимальный, это Magnum. Также установили нам на крышу в этом же магазине абсолютно бесплатно. Всем советую, очень удобная и практичная вещь. Также багажники поставили на все рабочие машины. Так, ну что, всем привет. Поделимся новостью, которую еще на ютубе не делились. У нас будет пополнение в семье. Срок сейчас 9 недель и несколько дней. В общем... Да, вот еще у нас маленькая радость. Волнительная, потому что за 11 совместных лет мы просто привыкли, что мы постоянно только вместе, только работа. И нас двое. А теперь как-то вот приходится представлять и понимать, наверное, что скоро у нас будет не двое, а больше. И теперь у нас грандиозные планы на весну. Это постройка дома, фундамент, все дела. У нас большие планы по работе. Да, надо будет очень много по работе сделать. Хотя уже сделана огромная работа. Но надо будет еще больше делать. Вот. А у меня месяц был такой лежачий, потому что было плохое самочувствие. Дико, гипер просто какая-то усталость. Постоянная сильная тошнота. До еды, во время еды, после еды. И, в общем, стало себя немножко лучше спустя месяц чувствовать. И вот наконец-то мы сегодня решили, собрались идти в зал. В общем, у нас планы немножко поменялись. Мы в зал все равно пойдем, но нам нужно сегодня в цех к нотариусу забрать наши образцы из Турции. Приехали для заказных кистей, для красоты. В общем, сегодня помотаемся, сегодня вам поснимаем. В общем-то будем рассказывать, как у нас продвигается беременность, работа. Струй-то дома. Там шел не 420, а, по-моему, 380. Он покороче на 20 сантиметров. То есть, короче этого на 20 сантиметров. Чтобы багажник открывался, там же универсал, правильно называется? Да, да, там универсал. Чтобы багажник открывался и не упирался в верхний багажник. Собственно, его нужно было просто покороче ставить. Да. И тот, который 380, он шире. То есть, этот уже, тот шире где-то на сантиметров 8, по-моему. Так что, если вам нужен такой багажник, берите. Очень классная вещь. Все, что весь хлам в багажнике, ну, в машине в багажнике. Туда можно все положить, насос, танкрат, то есть, всякий такой хлам и возить. А багажник всегда будет пустой, там, для продуктов, для пакетов. Удобно. Наверное, рекомендация для тех, кто думает, не думайте, ставьте. Да, очень удобно. Ну, конечно, если у вас Мерседес или Порш, там, конечно, не поставишь. Там уже как-то стрёмно-то будет выглядеть. Но в Москве многие ставят на Мерсе, на последние Мерсе. Но как-то это странно смотрится, конечно. Ну, на такие, на повседневные машины, само то. Согнали дальше? Да. Так, ну что, картинка уже на новую камеру. Интересно потом на большом экране, на мониторе посмотреть, как это будет выглядеть. Да, круто походит. Ну что, вдвинули? Да, мы сейчас едем на работу. Кстати, мы сейчас записываем на микрофон, который встроен в камеру. Скоро петлички, которые я купила, я их поставил на зарядку. Они когда зарядятся, мы уже их, ну, будем вместе с ними записывать. А сейчас мы едем на рынок. Купим вкусняшки, какие-нибудь плюшки, печеньки, что-нибудь, кексики, не знаю. В общем, у нас сегодня чаепитие с нашими дизайнерами. Мы решили не называть громким словом собрание, но есть рабочие моменты, которые необходимо обсудить. У нас сейчас будет собеседование на одного из менеджеров по обзванам и после собрания дизайнеров. Поэтому за плюшками и в офис. Так, ну что, это автокомбинат 41-й, где у нас, собственно, наш офис, швейный цех. Здесь базируется база такси. Здесь, на самом деле, их вообще очень много. Это сейчас просто разъехались машины, а обычно здесь невымерно большое количество. Здесь окошки нашего цеха на самом последнем этаже, на третьем. Не знаем только по стабилизации, как она, ну, какая картинка будет, потому что мы снимаем в первый раз. Включена здесь стабилизация самой камеры и, скорее всего, включена стабилизация объектива. Но я вот хочу посмотреть, если, допустим, мне не понравится стабилизация, когда буду монтировать, я еще, наверное, применю стабилизацию самой программы. Но я смотрю по картинке, думаю, вроде ничего так. Ну да. Вроде стабилизирует хорошо. И вот сейчас мы снимаем на объектив 11 миллиметров 1,8. Новый, который я купил. Вот, который был релиз в июне. Тут опять какая-то авария. Вечно кто-то врезается. И вот сейчас мы подъезжаем к нашему аквариуму, где наши все рабочие машины стоят. Вот он заезд такой непримечательный. Что за дебилушка встал? Ну, наши машины сегодня на работе, все на линии работают. Кроме одной Kia уже здесь стоит. Kia вон стоит, да. Аэра, которая... Без бампера теперь. Сейчас мы его покажем. Бампера нету. Водитель заболел. Ну, что приедет, починит. Да. Вот. Вот. Роднушка наша. Вот, получается, бампера нету. Оторвали. Попало в ДТП. На каждую машину поставили бокс. Сейчас идем с коллективом общаться. Сегодня у нас планерка. Машины потом покажешь. Машины потом покажешь. Машины? А, вон она. А, наклейки. Ну да, кто еще не видел наши наклейки. Вот они. Бампические. Но, скорее всего, мы скоро их будем переклеивать на другие. Скоро... Да, скоро санкции снимут. Будем их переклеивать. Ну, так что, кто не подписан, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну, все. Мы закончили наше собрание с нашими дизайнерами. Получилось шесть часов подряд интенсивных разговоров, активных обсуждений, рабочих моментов, разбор новых образцов, каких-то там виночек красивых. В общем, обсудили все. Все наши боли швейного цеха, какие-то были у кого-то замечания, так скажем. Ну, в хорошей, в такой обстановке. Именно с чаепитием, со сладеньким. По три раза, мне кажется, все попили чай. Открыли две бутылочки. Там шампанское было и винишко. Некоторые клиенты угощали. Евгения, в общем, передавали. С одним из дизайнеров передавали пакетик с бутылочками некого алкогольного напитка. Вот. Это благодарные клиенты. Да. Некоторые клиенты, благодаря таким образом, да. И они какую-то бутылочку алкоголя дизайнеру дают. И дизайнер приносит в цех и говорит, так как я не одна, причастна к данному заказу, швейный цех тоже шила. В общем, на чаепитием сегодня вскрыли две бутылочки. В общем, попробовали. Но мы не пробовали. Андрей за рулем. Я, в принципе, не пью. Вот. Не, прикольно посидели. Решили задачи. Потом наши планы объяснили, что мы хотим сделать. Расширение на наше будущее. Открытие филиалов. Да. Ну, в общем, все хорошо. А еще мне сегодня позвонила сестра и говорит, племяннику, значит, ее сыну едут устанавливать брекеты. Она говорит, он волнуется, хочет поговорить. Учитывая, что у меня есть опыт носки брекетов. Мне их устанавливают 14 лет. Ему сейчас 10. И вот он волновался. Мы с ним поговорили, он успокоился. Его даже уже фоточку прислали. Что? Вот ему уже установили брекеты. Гремасничает, как всегда. Ну, короче. Будет ребенка. Я Маше, сестре, я сказала на днях, что ребенок в дальнейшем своей жизни будет очень сильно благодарен за то, что мама установила ему брекеты. Но я честно могу сказать, потому что я своим родителям очень благодарна за то, что у них была возможность. Да, они там год еще деньги собирали. С деньгами был. Далеко не просто у нас в семье. Вот. Но то, что они смогли, установили мне брекеты, это было восхитительно. Это я всю жизнь буду благодарна. За счет этого есть ровная красивая улыбка. Я ничего не стесняюсь. Но я и тогда-то не стеснялась. Но было все, конечно, дико гриво. Вот. Сейчас мы едем кушать. Очень сильно есть хочется. Да. Тут далеко есть вкус вилл. Ездим частенько там, покупаем готовую еду. Сюда поедем, там возьмем, покушаем и уже потом домой поедем. Да. И искать, подписывайтесь на наш канал, на наши шторы, которые мы изготавливаем. Единственное, что мы не сняли, мы не показали наш цех. Почему-то на нашем канале мы ни разу не показывали цех. Да. Надо будет еще заехать как-нибудь разочек снять. Заехать, да, показать. Скоро у нас будет работать через 3 дня человек по контенту, который будет именно вот шторы записывать, да, видеооператор по шторам. Будут очень часто выходить ролики. На нашем канале наши ролики выходить будут. То есть, смотрите. Станеры будут озвучивать ролики рабочие. На днях мы еще сделаем у нас там апгрейд небольшой в цеху. У нас появится в течение месяца, я надеюсь, раскроенный стол. Там еще некоторые какие-то стеллажи. У нас там станет зона для переодевания. В общем, классная. Будем красить, все будем снимать, будем показывать. Да. Кстати, скоро сделаю обзор на этот объектив 1.8, 11-мм. Просто бомба. В нем реально объектив, стабилизатор встроенный в него. Снимает он вообще шикарно. Мне нравится. Ну, качество у него прям четкое. Он и контрастный, и такая приятная картинка у него. Ну, вот вы видите эту картинку. Лучше всего, конечно, на компьютере смотреть. Ну, мне нравится. Да, мне тоже нравится. 4К, да. Классно. А еще я узнал и обалдел, что вот эту камеру, которую я купил, ZVE 10, она у нас вторая, что здесь она пишет 30 кадров в 100 мегабит, а та, которую я покупал до этого, самую первую, та пишет 25 кадров в 100 мегабит. То есть я не знаю, с чем это связано. Может быть, это дело в прошивке, но я даже не уверен, что это в прошивке. Скорее всего, это разные, может быть, заводы-производители, может быть, кто-то допустил ошибку. Но здесь в этой камере 30 кадров, а та, которая у у нас рабочая, там 25 кадров. Так что вот так вот. Так что, если кто-то покупает себе камеру, то кузовы, если обязательно посмотрите в ее функционале, сколько она, ну, сколько она пишет в кадрах и в каком мегабите. Ты этому, а ты на обзоре будешь рассказывать так подробно. Ну, это будет, да, мужскому интересно будет. Все, поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok